всем привет сегодня у нас 23 сентября 2019 года показываю тоже супер урожайность такой дипоидной сливы поздний баронголт вот такая красавица загружено ее очень много но единственное дерево видимо подъел гробак потому что прирост очень мало и плоды недовольно такие прям крупные сильно но сорт все равно держит урожай сейчас покажу вот это вот полностью спелы уже плоды вот как могут выглядеть я сейчас буду проводить сбор урожая тут вот еще чуть-чуть зеленцой можно видеть плоды такие вот здоровые сейчас будем рвать то есть они очень хорошо хранятся около двух-трех недель я в том году проверял я срывал урожай сразу мы их естественно там два ящика было не смогли покушать положили на хранение в подвал из подвала кушали то три недели этот сорт прекрасно в подвале лежал вот такие то не интересные дипоидные сливки сорт позднего срока созревания такой имеет вид он посмотрите как натирается под какой становится яркий и красивый а так висит на дереве вроде как бледный знаете какой красивый под считается сорт поздний начинает созревать 15 сентября и до 10 октября в принципе может висеть на дереве вот сколько его висит показываю много такая интересная форма плодов но есть у него конечно плюс он поздний он очень сладкий очень вкусный есть конечно же минусы минусы то что он зараза гниет то есть без обработок этот сорт вырастить будет невозможно я сто процентов даю гарантию вот конкретно в моем регионе может быть где-то у кого климат чуть отличается от моего возможно у них он будет себя показывать лучше он гляди какие красавцы но вот у меня погнило процентов 20 плодов это с тем что я его обрабатывал но можно видеть все равно его очень много висит он сколько сейчас покажу ближе и на земле вот плоды и так вот вот на солнышке вот такой имеет вид ой на солнышке в тени на солнышке вот тоже видно вот вот привет гниет но тем не менее сорт мне очень нравится избавляться не буду тоже вот такой красивый тоже него и потому что он поздний он очень вкусный то есть тем что он гниет на плодов все равно видите сколько вот висит на дереве довольно таки немало очень некрасивые есть конечно подгнивают но ничего страшного ради таких вот красавцев я думаю стоит выращивать я уже положу в подвале после хранения две-три недели покажу какой у него вес расскажу тоже какой вкус воды очень шикарные красивые оригинальной формы то есть этот сорт если кто хочет посадить то понимаете что нужен уход обязательная обработка от червя от болезней от гнили то есть и тогда вы сможете получить такие красивые плоды он и сейчас вот вкусно сейчас его грызну попробую но потом уже на весах вот такая форма плодов вот обтертый плод и не обтертый сейчас резнем попробуем посмотрим сколько сока сорт видно есть сорт на данный момент вкусный сочный но когда он полежит где-то в темных помещениях или подвале у него он становится вообще течь очень сочный становится и очень вкусный сегодня у нас 10 октября 2011 года вот полежал в подвале с 23 сентября такой сорт как баронголд сейчас посмотрим какой у него вес плоды кишу остались 130 грамм 147 до плоды конечно у этого сорта очень крупные вот можно видеть гляньте в руке вот баронголд очень вкусные очень сладкие мне этот сорт очень нравится за вкусовые качества то есть ли пищу не гнил цены ему не было кому нравится мое видео обязательно ставьте лайк и помогает моему каналу продвигаться стимулирует меня на показ новых видео вот такие вот плоды 130 140 131 120 то есть вес шикарный форма подда очень красивая вес от транспортабельный тоже в принципе сорт то есть вот он перед перевозила его 25 километров там где он у меня растет в дом домой подвал то есть это нормально в прицепе ехал не помялся то есть товарный вид в принципе имеет ну вот такой вес можно видеть грубо говоря 120 140 грамм сцени ровно стоят вес хороший 135 тут поменьше 100 грамм но грубо говоря вес очень достойный вот такие вот красавцы очень вкусно очень сочной сейчас я вот можно видеть сейчас я его разрежу попробуем на вкус и под уже мягенькие сейчас разрежу косточка у него начинает отделяться когда они полностью поспеют более-менее вот видно на солнышке мякоть сочная сочная у него течет сок течет с него плоды при полном поспевание на солнышке он будет такого цвета с таким розовым оттенком просто они все текут сока вот нажимаю сока просто очень много плоды очень вкусные честно говоря мне даже он намного показался в этом году вкуснее чем сорт то часам хотя то часам тоже очень вкусный у него очень больше намного больше сладости мякоть такая интересная то есть класс сейчас вот я попробую укусить и покажу сколько сока течет рекой видите сколько сока сорт действительно стоит внимание единственное нужны обработки подогнили по-любому пуш и без этих раб раб обработок просто по нее на дереве то есть вы не получите так давайте сейчас продегустируем какой вкус короче сок овалом очень сладкий очень приятный насыщенный сливовый аромат в этом сорте сладкий вот реально как мед без преувеличений плюс косточка отделяется сейчас давайте разупаем какой-то плод косточка вот можно видеть свободное это при полном поспевание если под будет зеленый зеленоватый косточка будет с куском мякоти короче говоря вкуснейший сорт стоящий внимание классный и вот на эту пору еще хочу показать остался тоже в подвале отрывал сорта часа вот рядышком сейчас его еще продегустируем посмотрим вот сорта часан и пару плодов осталось лария то есть тоже поздние сорта давайте разрежем то часам еще тоже течь течь должен это по часам тоже течет все очень много тоже он может лежать вот видно по рукам течет сорта часа сока балом не он тоже очень вкусный но него не нежнее аромат вот косточка тоже если сорт полностью выспивший она тоже свободное можно видеть тоже свободно тоже классный сорт вкусный и вот у срывать надо до среди на сентября или двадцатые числа сентября и он еще может полежать в подвале и вот еще сорт лария черт разрежу покажу тоже сочный должен быть он чуть чуть раньше чем тот часан и вот такая мякоть у сорта лария мы посмотрим сочная до сока тоже валом сейчас попробуем на вкус и эти три сорта оба вкусные только у них у всех разный привкус барон голда свой привкус у то часа на свой лария на свой то есть они вообще не похожи по вкусу все разные барон год самый сладкий потом идет лариен по сладости а потом то часа но они не кислые эти три сорта не кислые и три сорта позднее советую всем кому понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал это стимулирует меня снимать много интересных видео для вас всем спасибо всем пока